МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз здравствуйте. Это Национальный интерес на БТБ. Владимир Цибулько, политолог у нас в студии. Приветствую вас. Здравствуйте. Какие ваши могут быть прогнозы по поводу того, что сейчас происходит, по поводу некой эскалации конфликта? НАТО сегодня заявило довольно-таки тревожные вещи о том, что российские войска входят на территорию Украины. Чего вы ожидаете? НАТО заявило еще более тревожные вещи о том, что комплектующие для обслуживания ядерного оружия появились на Крымском полуострове. Это, конечно, очень жесткое заявление и очень тревожное заявление. По сути, Путин продолжает размахивать уже не просто силовым фактором, а ядерной дубинкой. Скорее всего, если появляются вот такие элементы ядерного вооружения в Крыму, это означает, что российская власть уже проиграла Крым полностью. Проиграла населению Крыма. Она все, что обещала, она не может выполнить. Значит, если эскалация, значит, эскалация с элементами ядерного оружия это уже не противостояние Украины и России, это противостояние России со всем миром. Во что это может вольтся? Ну, во-первых, это вольтся в усиление санкций. В понедельник Евросоюз рассматривает новый пакет санкций. Я думаю, что после заседания, после саммита Двадцатки Барак Обама должен будет считаться с тем, что республиканцы фактически набирают большинство в Сенате и Конгрессе. И республиканцы постоянно демонстрируют свою симпатию к Украине. Я хочу напомнить, что все годы существования украинской диаспоры в Штатах украинцы всегда были союзниками республиканцев. Вот, ну, активисты украинские и украинская диаспора в большинстве своем. Конечно, там есть симпатики и демократу, но вот эта многолетняя, столетняя дружба украинской диаспоры с республиканцами, она, конечно, подтверждает верность республиканцев в союзничество с Украиной. А что может происходить, на самом деле, саммит G20, это такая решающая точка, многие аналитики называют ее, для дальнейшего поведения Путина. Якобы, вот именно от течения того диалога, который состоится в Австралии, будет зависеть очень многое в дальнейшем развитии событий в Украине. Мне кажется, что нынешний визит Путина в Китай и все последующие его встречи на саммите Атлантического экономического содружества, они показывают, что Путин, по сути, является больным человеком Евразии, что называется, потому что все ожидания, которые возлагал Путин и его команда на Китай, они, конечно, накрылись прахом. Китай очень жестко за несколько дней до визита Путина заявил о поддержке территориальной целостности Украины, что очень символично. Китай фактически отказался от собственной отдельной позиции по Украине, которую он в определенное время занимал. И мне кажется, что, как говорят российские публицисты, что вашингтонские товарищи переговорили с пекинскими товарищами в определенной форме. Потому что Китай фактически во время этого визита Путина не поддержал ни одну инициативу путинскую. Тем более, Путин и его команда рассчитывали на серьезное кредитование со стороны Китая. Но Китай даже не пошел на углубление сотрудничества в поставках газа. Старая нефтяная схема работает. Фактически вся недобытая нефть, Роснефть уже принадлежит Китаю. И ему не надо напрягаться. Может, Путин хотел продать газ недобытый, газ, который в недрах. Но, по-моему, китайское руководство прекрасно понимает, что России деваться некуда. Она отдаст сама это все. Китаю не надо специально напрягаться. А вот мы все в ожидании, да, 21-30 по Киеву, по-моему, должно начаться заседание Совбеза, Организация Объединенных Наций. Чего вы ожидаете от этого заседания? И, в частности, какая может быть позиция Китая? Вот они сохранят свою такую позицию? В этот момент как раз, потому что, скажем так, определенный дипломатический идиотизм Чуркина, он начал нервировать даже китайцев. И посмотрим, какой будет позиция Китая. Собственно, заявление о территориальной целостности и теперь сегодняшнее заседание Совета Безопасности, оно, скорее всего, будет знаковым. Если Китай вдруг начнет голосовать, скажем так, в том ключе, что и Соединенные Штаты и другие члены Совета Безопасности, тогда будет понятно, что Путин остался сам. И что это означает с точки зрения его поведения? Это означает, что обратный отсчет власти Путина запущен сначала вне России, а в самой России он будет запущен со строчкой, с лагом где-то на неделю. Но это более такая дальняя перспектива. А чего можно ожидать в ближайшие дни с точки зрения того, что возрастает напряженность? Это большая перспектива, потому что по кредитам российским корпорациям надо рассчитываться уже. Уже. Ну, уже запущен, так сказать, счетчик. И до Нового года идет разговор о 30 миллиардах. И после Нового года еще 100 миллиардов. Ну, это огромные деньги, которые, если Роснефть способна будет, ну, хотя бы продукцией, хотя бы нефтью частично перекрыть свои кредитные обязательства, то другие корпорации, Сбербанк и другие, это, скорее всего, будет начало краха этих компаний. А что можно ожидать? Чего можно ожидать там от какой-то военной активности? Я думаю, что сил у России достаточно только для того, чтобы раздражать украинскую власть. Если Москва почувствует, что она осталась одна, она, ну, это раздражение будет уже раздражением не украинской власти, это будет раздражителем для сильных мира всего. Если Россия готова к самоубийству, пускай продолжает раздражать. Очевидно, Россия не готова, а вот насчет Путина, вот тут важно, да? К чему он готов? Вопрос в том, что кто сейчас действует? Путин персонально, как номинальный лидер России, или коллективный Путин, который сначала отравил сознание своего населения, а теперь работает с этим отравленным сознанием, он выходит на международную арену и говорит, мой народ так считает. Но этому народу 15 лет промывали мозги. Мы, ну, во всяком случае, экспертная среда, политики такие прогрессивные, всего мира, которые понимали, что куда идет Россия, они же предупреждали и Путин, и российский истеблишмент об этом. Но никто этого не хотел слушать. Большие доллары от цен на нефть. Но сейчас приходит расчет за отложенные реформы, расчет за, ну, скажем так, неуважение к соседям, неуважение к правилам международной жизни. Это все игра на повышение ставок Путина. Она сыграет с ним как раз очень жестокий сценарий. В виде чего? Это какие-то внутренние потрясения в Российской Федерации? Да, ну, уровень дезорганизации, скажем так, уровень автономизации региональных элит в России просто зашкаливает. Реально только через центральные средства массовой информации удается сделать пленку, такое поверхностное натяжение, иллюзию централизованного управления, сбалансированность интересов. 70% российского экспорта лежит за Уралом, но 70% финансов находятся в Москве. Эти диспропорции, они рано или поздно выстрелят. Если на уровне языка уже появляются определенные клише, которые свидетельствуют о децентрализации создания российского, за Уралом говорят, вы едете в Россию? Ну, пока ни один из регионов Украины не говорит, вы едете в Украину. Но вот на уровне вот таких разговорных клише уже есть свидетельства того, что децентрализация сознания, она зашла слишком далеко. И игра в видимость такой вертикально интегрированной власти в России, она заканчивается. По сути, мы прекрасно понимаем состояние вооруженных сил России. Это стареющая, дряхлеющая машина, которая, ну, львиная доля финансов, которая идет на содержание военных городков, особенно портовая инфраструктура военно-морского флота. Это все, ну, настолько устаревшее все, настолько требующие огромных денег, при этом всем, что вся вертикаль от штаба до маленьких округов фактически наполнена борьем классическим. Потому что никакие программы вооружения, они хорошо декларируются, но перевооружение, конечно, в сравнении с украинской армией, это выглядит, может, веселей, но реально военные эксперты называют боеспособных войск на всю огромную территорию России, у которой несколько тысяч километров границы с Китаем, где-то 1070 войск всего. Поэтому с такой стареющей инфраструктурой, с таким уровнем подготовки и, ну, психологического состояния войск, а самое главное психологическое состояние населения, Россия приходит к той черте, где фактически уже точка невозврата появляется. А вот как считаете, Европа, она готова подставить плечо Украине, там даже вот в том же усилении санкций, например, потому что мы понимаем, что если начнется здесь, то может докатиться и до них. Они ли это понимают, как вы считаете? Вот Германии говорят об усилении санкций. Франция сейчас говорит, вот они пока не понимают, да, они говорят, что мы не знаем, когда мы отдадим вам эти мистрали, да, ну, этот первый мистраль, например. Вот, то есть тоже какая-то своя позиция. Это разрывать контракт якобы они не хотят, да, хотя по некоторым сообщениям в СМИ они вроде бы к этому склонны, да. Вот как вы считаете? Я думаю, если НАТО проявит все-таки последовательность и найдет финансы для покупки этих двух мистралей, то, ну, такие... Франция будет более сговорчивая. Волнение французу. Ну, я хотел бы напомнить всю историю отношений Франции с НАТО, когда Франция, ну, то входила в НАТО, то выходила, то была политическим союзником, то участником военного блока. Ну, вот вся история отношений Франции с НАТО, она такая очень, ну, довольно франко-эгоистичная. Но в нынешней ситуации то, на что рассчитывал Путин, именно на эгоизм таких крупных европейских игроков, оказалось, что расчет ее провалился. Оказалось, что Европа более консолидирована, чем это считали российские разведчики и аналитики. Но самое главное то, что даже при критике украинской власти за ее вот такую медлительность в реформах, солидарность Европейского Союза не колется, она остается, ну, Европа остается единой, и, скажем, не по просьбе украинской власти с понедельника власти Евросоюза начинают рассматривать новый этап санкций. Это их инициатива. Это Евросоюз понимает, что Путин заигрался. Мы сейчас уже имеем прецеденты в Латвии, в западной, восточной Латвии, когда населенные пункты с российским большинством начинают играть в определенные автономистские сценарии. В те же игры, которые играли в Крыму в свое время и в Донбассе. Я как раз хорошо очень знаю Латвию, я учился там в университете, и поэтому для меня это, ну, вот такой параллельный процесс в Латвии и Украине, он, конечно, очень чувствительный. Я за этим слежу. Насколько Латвия уязвима к этим попыткам дестабилизировать обстановку? Ну, Латвия довольно уязвима. Был период, когда фактически Латвия была офшером российским, особенно в банковской сфере. И зависимость Латвии от российского капитала была выше, чем от европейского. Но сейчас фактически с введением евро, по сути, Россия потеряла такое влияние, которое имела еще 5-7 лет назад. Но я думаю, что уровень проникновения российской агентуры влияния в структуры латвийской власти все еще довольно высоки. Но если говорить в целом о Европе и о санкциях, что это могут быть за санкции? Можете вы сейчас там спрогнозировать? Там Меркель говорила, что это какие-то санкции в отношении отдельных лиц. Я думаю, что в первую очередь список российских чиновников и, ну, скорее всего, политиков будет расширен, наверное, до тысячи людей. Что еще? Ну, не исключено аресты персональных счетов тех людей, против которых вводятся санкции. Аресты имущества. Тем более, что мы знаем, там, где начинается концентрация граждан России, там сразу страны Европы получают концентрацию криминала, теневого капитала. Мы знаем Грецию, мы знаем Испанию. Вот смотрите, даже через агентов влияния в АБСЕ, вот сейчас АБСЕ таким есть предметом пристального внимания со стороны украинской власти. Дело в том, что российский капитал работает с такими, ну, колеблющимися странами. Греция, Венгрия, Чехия. И наполнение корпуса наблюдателей АБСЕ от этих стран, оно становится определенным раздражителем. С одной стороны, вроде бы это страны Евросоюза, за исключением, наверное, Сербии, Греции, скажем, или Венгрия. Но вместе с тем, получается так, что представители этих стран Евросоюза почему-то играют в интересах России, а не Евросоюза и безопасности в целом. Ну вот в этом свете вы как оцениваете деятельность миссии АБСЕ на территории Украины, вот в этих проблемных регионах? Она очень нужна. Она достаточно квалифицирована. Я думаю, что как раз попытка повлиять на авторитет АБСЕ в Украине и на авторитет АБСЕ в целом, это попытка подобная, попытка Милошевича в свое время повлиять на репутацию таких наблюдательных миссий. Я думаю, что это, ну, скажем, попытка, прописанная по известным лекалам и умение определить точно логику поведения, предвидеть, скажем, определенную логику, предвидеть разворачивание определенного сюжета, это, конечно, ну, приоритет украинской власти и европейских властей, чтобы избежать ненужной конфликтности в тех ситуациях, когда АБСЕ действительно может сыграть решающую роль. Ведь не украинская власть мешает исполнять АБСЕ свои функции. Террористы мешают, российская власть мешает. По сути, ну, заявления украинских чиновников, они довольно сдержаны по АБСЕ. Все прекрасно понимают, что АБСЕ в первую очередь наш союзник, а не России и не террористов. Поэтому я думаю, что просто надо аккуратней с такими жесткими заявлениями и надо все невыясненные обстоятельства. Вот руководитель миссии Майкл Бацюрки, профессиональный человек, который подтвердил свой профессионализм в течение уже многих месяцев в Украине. Поэтому лучше доверять не мнениям сторонних людей, посторонних людей, а опыту личного общения. Ну, вот есть мнение, что якобы у АБСЕ нет должного опыта проведения таких операций. Есть мнение, что те 250-270, там, по разным данным, человек, которые сейчас принимают участие в миссии АБСЕ в этих проблемных регионах Украины, это недостаточно, да, для того многокилометрового... Во-первых, эта миссия не была укомплектована. Ведь речь шла даже не только об инспекторах, речь шла о, скажем, миссии сопровождения военной, где 200 немецких военных должны были бы обеспечивать безопасность инспекторов АБСЕ. Но пока миссии этой миссии военной нет. В Украине есть только беспилотники, которые уже несколько раз попадали под атаки и под обстрелы, и под, скажем так, попытку проникнуть в систему управления средствами радиолокации, средствами электронной борьбы. Но, слава богу, что все беспилотники пока миссии целы. Как вы считаете, если говорить о саммите G20 все же, это поворотная точка, да, или нет? Ну, мне кажется, во всяком случае, это последнее китайское предупреждение Путину. После саммита двадцатки санкции не уменьшатся. Во всяком случае, доверие Путину, даже если он сделает какие-то, ну, революционные заявления по поводу того, что Россия отступает из Крыма, из Донбасса, отступает из Осетии, Абхазии, из Приднестровья, сейчас, если Путин хочет возобновить доверие к себе, он должен уйти вообще из постсоветского пространства. Он должен откатиться на территории России, заняться внутренними реформами, пойти в глухую оборону. Если он хочет, ну, скажем так, вернуть Россию в поле самых главных игроков мировых. Ну да, хотеть-то он может и хочет, но хотя вряд ли, но он не может этого сделать, потому что кем он будет тогда для тех, кто сейчас его поддерживает? По сути, я говорил это уже раньше, что они сначала отравили сознание своего населения, а теперь должны считаться с этим отравленным сознанием. Вот все-таки то, что творится с Россией, в действительности проигрывалось как урок для России на примере других стран, особенно Сербии. Вот, ну, бывшая Югославия была вот таким полигоном, на котором, наверное, мир, ну, мирные, серьезные мировые игроки хотели России сказать. Или вы будете играть за правилами западного мира, и вы вливаетесь в круг цивилизованных стран, или с вами будет вот так. И, ну, вот то, что случилось в Югославии, это было в первую очередь уроком для России, который Россия не усвоила. Иран, Ирак, Россия снова не усвоила урок с Ираком. Сирия сейчас. Ну, если считать действительную информацию о разговоре Путина с президентом Турции Эрдоганом, то это такой, ну, уникальный случай, когда на таких повышенных тонах зашел разговор с властями Турции, а разговор, по сути, шел о Сирии. Потому что Турция сосед. Турция терпит на себе все, скажем так, последствия путинской политики в Сирии. И в этой ситуации, если даже с Сирии Путин не выносит урока, значит, следующим объектом, скажем, приложения усилий становится Россия. Спасибо вам, спасибо, Владимир Цибулько был в этом части в программе «Национальный интерес» на БТБ. Спасибо, что смотрите нас, не переключайте. До встречи.